и что пропал сигнал видно такая стена что сбила сигнал потому что сигнал явно идет оттуда санта пола смотрится река откуда-то это считается вот стена которая осталась 15 века ну понятно здесь уже подмолодели но камень я думаю вот я думаю что где-то его здесь пилили и с него это все делали а может быть шапкой у нас такие шапка носить вот написано что это их богиня которая охраняет эти их ворота портал да что у нас тут какой-то праздник видите патронов тесты с патронов здесь правильный подписано что улица садовая улица это пойдем налево прямо или направо и вот кстати пираты вот они символ пиратов и в этих домиках безусловно проживают людишки видите есть отдельный вход маленькие небольшие домики потом ради интереса мы посмотрим порядок цен здесь можно арендовать минимальную цену мы нашли на табарке ночь 60 евро вот симпатично на отдел не нравится покрасили красиво маленькие балкончики женевская улица посмотрим костел это все таки улица она выходит на костел и мы так потихонечку пройдем весь маленький этот чудесный городишко многие приезжают сюда просто как бы как на чистый пляж потому что понятно что 10 евро стоит как бы сюда приехать вот чистые пляжи открытое море водичка морпинг все отлично так что у нас здесь посмотрим мамма миа можно себя почувствовать пленник замка да интересно придумали здесь висит какой-то крюк то есть видно кого-то могут подвесить если что сюда можно понимаете решеточку ставить вот готовая тюрьма то есть если что здесь все готово да мне нравятся маленькие городки особенно безлюдные прекрасно я представляю здесь выходные что творится поломничество людей ох будь здоров серёга серёга михалыч ой осторожно прозрачные чистые воды всякие пещеры то есть интересный остров действительно особенно я думаю детишкам представлять себя пиратами да испания вива испания а 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 здорово все можно флаг поднять флаг опустить ни души прекрасно видите пошел уже на следующий а там уже навстречу еще один идет на лесне еще то есть у них целая карусель вот так вот они ходят около восьми больших паромов но также есть и маленькие есть какие чудесные уютные домики у у шикардов нижняя улица мы туда значит попадем во по а и по по с по 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 в то же время ничего себе это что полиция что ли не могу поверить до полицейский электрокартик видите вот это да на электро здесь электрофиксированный остров видите все имеет какую-то как бы любом случае историческую ценность старческую там вот что-то внизу написано потом подойдем почитаем цен нету чтобы не отпугивать личный состав все из морепродуктов видите совершенно развалилась церковь и в лесе не торопятся ее восстанавливать складывают камушки но понятно что реставрация должна быть серьезная представить невозможно кирпичам сколько лет ну то есть пять веков примерно здесь уже и люди жили такая стена может даже упасть если на погоду надо ходить аккуратно а Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, такие смотровые колонны, видите, они огорожены, но везде есть... Видно, когда-то здесь что-то было, стояли, как говорится, стражники наблюдали за морем Прошла, чайка вернулась на свое место, думает, что вы меня согнали, но очень красивый день, да, видите... Удивительно, что довольно-таки зелено на острове, хотя я представляю, когда здесь ветра, зима, какие леденящую душу здесь ветра проходит... Везде маленькие магазинчики... Мы идем, и под нами полностью это туннели... Так что, в случае надобности, эта крепость, по-видимому, быстро превращается в тюрьму... Красиво, красиво... Природа — это красота... Не будем тревожить... Не будем тревожить... А вот и современные пираты на гидроциклах... Это в Таревьехе можно брать на прокат, но стоит, как бы, такое путешествие с Таревьехи сюда, это почти надо ехать минут сорок... Но на гидроциклах, понятно, быстрее... 350 евро человек, вот они приезжают, зеленые гидроциклы, да, видите... Целая банда... Уже накатаешься на всю оставшуюся жизнь... Да, здесь места, видите, только смазка и плавать, отлично... И стена вся выветрена... Такие здесь ветра бывают, видно же, все выдувает... Представляете, когда дождь, шторм... Здесь песчаник просто его вымывает... Такие ветра бывают... Такие ветра бывают... Да, видите, когда-то тоже ворота были, было это все закрытое... Вот попробую проберись, вот тут был неприступный остров... Так, написано, что дальше нельзя, но можно вот тут перейти, еще один, видите, островок получается... И видите, один за одним паромчики везут... Скоро здесь будет море людей, поэтому как раз мы сейчас посмотрим городок... Сам островок пока никого нету и пойдем на безлюдную часть... Мы обойдем полностью по периметру этот остров, всю жилую зону... Ну да, это похоже на старые стены... Вот видите, мы с подветренной стороны зашли... Здесь уже море потише... Вот, смотрите, притаился малыш... Видите, сидит трапежник... Кого-то ловят здесь... Ух ты, микрообрыв... А вот этот серый, это явно этого года, да? Сигалеток... И его мама, наверное, этот не хочет летать... Да, вот посмотрите... Пойдем дальше... Идем по древней стене... Тысячи лет, тысячи лет... Обратите внимание... Возможно, пираты ходили... В смысле, я хожу... Безусловно... По следам истории... Да, вот такие улочки... Здесь где-то 4 таких улицы... И полностью вот этот островок... Он нарезан вот этими улочками... И вот такие, видите, домики... Так... Пять улиц... Да, мне подсказали... Как обычно... Вот, вот она крикливая... Ну что ты так кричишь... Ай, красивая... Гуапа... Как не желала она лететь... Как не желала она взлетать... Как не желала она взлетать... Так ей было хорошо здесь сидеть, да? А здесь уже спокойно... Смотрите, ни ветра, ничего нету... Отлично... Чучу-чучу... Какие рыбины... Я не знаю, видно вам или нет... Но вот я реально вижу больших рыб... Вот там вот от скалы... Вот они ходят... Ну понятно, что с рыбами здесь все в порядке... А это бакланы... Видите, черненькие... Они же кармараны... По местному... Вот... Катя Спейн... Катя Барселона... Кармараны... Твои любимые птички... Катя... Элли... Ну... Какие... Твои... Катя... Твои... да солнце уже припекает видите здесь над островом властвуют чайки а может быть это альбатросы вот мы полностью по стене идем сейчас по периметру ай не хочется не хочется вам улетать понимаю вы не улетайте мы вас не гоняем видите они и не улетели здесь внизу их сколько мама дорогая здесь посмотри вот молоденький эти мамочку зовет это молодой до который еще не совсем готов летать видите сколько много всяких скал подводных островков тут с маской нырять одно удовольствие что мы и сделаем попозже да здорово да очень много всяких мест таких видите здесь можно загорать везде там есть пуск в воде дойдем до той башни до той тора уже в ту сторону полностью идет дикий остров там люди не живут сейчас мы на другой части острова соответственно апартамент видите на все сдается кто хочет тихо отдохнуть без шума без дискотек изумрудные воды прекрасно нырять нельзя понятно чтобы никто не прыгал видите вот пещера которую можно заплыть у кого есть какие-то плавсредства или кто с маской без маски можно видеть красиво изумрудная вода вот видите уже есть первый купающийся девчонки видите Видите, топлес. Это нормально. Европейская тематика. Девочки отдыхают и девушки. Только в плавках. Ну, так и нравится. Запусти, журавля. Народец отдыхает. Видите, в теньке. Неплохо, неплохо. Есть спуск к пляжу. Цивилизованно. Цивилизацион. Ну что, пойдем, пройдем через город, я думаю. Крепостную стену мы прошли. Сейчас найдем какую-нибудь улочку. Вот я вижу. О, видите, как здорово. Есть просто пещеры, в которых можно выединить. Хорошая еды, хорошая. Да, видите, карьер, карьеру написано. То есть, уже по-валенсиански, а он же каталанский. Руссо. Да, так и есть. Видите, такая как рыбатская хижина, правда? Окна деревянные, дверька такая. Видите, все эксплуатируется, все работает. Это центральная площадь. Я думаю, в основном здесь все, в Аргантине. Вот видите, стоимость. Все, 18 евро плюс чай. Двадцаточка про персона. Думаю, можно, конечно, уплотниться и... Банкомат есть, все есть. Чивилизация присутствует. Такие разноцветные, не знаю, мне что-то напоминает. Наверное, Мальту. Именно как какое-то островное, да? Как на Мальте вот покрашены, видишь, по-разному дома. Двери и так далее. Любят они раскрасить свою жизнь цветами. Это центральная улица, центральная площадь. Начинает что-то жарить. Копьёк. Сразу захотелось даже покушать. Так, водичка присутствует. Все отлично. От жажды вы не умрете. Только сейчас закончился праздник Сан-Фуан. И, по-видимому, вы видите, видно, остались следы празднования. По-нашему это купала. Вот, видите, банка-капитария Нуэла Табарка, как называется этот островик. Хоп! Стучите, и вас впустят. Старинные классные вещи. Стучалка звонок. О, там подъезает. Все, без цены ваши цены меняются, да? Да, верно. Шляпки повесили, а уже красиво. Вот написано Casa del Pintor. Дом художника. Он, пожалуйста, вышел на море. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Хотел угостить нам брекфастом за 9 евро. Не знает, что у меня за 2 евро брекфаст в сумочке лежит. Короче, чтобы на острове присесть и заморить червячка, нужно 20 евро иметь в кармане. И будет все в порядке. Двадцаточка, и ты сыт. Можно и за 10, конечно, взять, наверное, на булку какую-то. Но это не будет полноценная еда. Все понятно, что жилье здесь есть, рестораны есть, продовольственные маленькие лавки есть, маску, ласты купить тоже можно. Вот маленький прекрасный городок. Даже есть современные двери. Да, это у них просто был праздник. Продолжение следует... А вот наш нагнитый алоэ, алоэ вера и денежное дерево. Потрогаешь и бабки, бабки сами идут тебе в руку. Прощай город, прощай урбанизация. Курба. Осторожно, ступеньки. 22 июня закончились школы. Поэтому молодежь пошла отдыхать. Сейчас вот везде мы видим, не знаю, школьники, студенты. После 22 июня просто очень много. Все отдыхают. У людей вся жизнь впереди. У людей вся жизнь впереди. Центральный пляж, видите, который занят чайками, но скоро придут люди и чайкам придется уступить. Пойдем на башню, сходим на маяк. Как ты считаешь, стадикан? Отлично. Видите, только молодежь. И Михалыч пенсионер. Абуэлло. У меня. У меня. У меня. У меня. Все еще просмонтируешь, но уже поздно. Музей Табарка. С обратной стороны. тут же видите все есть службы самое главное то самое интересное видите арунтаменты это типа наши нашей мэрии или исполком медицинский пункт какой-то за могут оказать вам помощь если от счастья вы потеряете вдруг случится солнечный удар интересно какие-то камни здесь наложили да и видите такое ощущение что каждый камушек это для птички да они все как бы как охраняют вот эти которые серы это явно птенцы центральный пляж я бы его назвал для чая приехала команда явно не просто так а понырять сейчас мы найдем какой-нибудь хороший пляжик и тоже занырнем у нас есть все с собой трубки маски ласты все сейчас сделаем да очень интересные эти камушки видите и такое впечатление что у каждой чайки такой свой домик это Субтитры делал DimaTorzok Правила нахождения на острове Вот мы уже на дикой стороне острова Видите, тут всякие пункты отмечены, где что есть А здесь вот была жилая часть Вот сейчас, видите, мы здесь Так Башня Сан-Фосе Называется, 182 метра И много, видите, людей, кто хочет наблюдать Все в маску Но понятно, что на башню нас наверх не пустят Там будет закрыто Поэтому пойдем Сейчас вот эта гора Мы сюда спустимся И занырнем Посмотрите, какая трава Выжженная Красота И маяк Дойдем ли мы сегодня до маяка? Как ты считаешь? Почему не посидеть И не понаслаждаться таким видом? Тори Вьеха Прямо напротив нас Гордомар Ла Марина Ла Мата Все Пока Если дойдем до маяка Покажем еще вам маяк Почему не жить до 100 лет, а? Кстати Почему мы не поплыли на Тукане Или на Фламинго? Экономика, друзья Один час на этой лодочке С пляжа Тори Вьехи Стоит 22 евро А мы полчаса ехали на катере Сюда и обратно 10 евро человек То есть нам обошлось Это путешествие Всего лишь 20 евро И целый день мы находимся На прекрасном острове Где хочется жить Экономика Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...